Карагандинский технический университет, кафедра строительные материалы и технологии, дисциплина химия строительных материалов, тема занятия способы получения и применения полимеров, лекция 7, вторая часть. Специальность производства строительных материалов, изделий и конструкций. Разработал доктор технических наук профессор кафедры Смит Шекижан Амангельдэ Шекижанович. Караганда, 20-й год. План занятия. Цель занятия – изучение способов получения и применения полимеров, формирование теоретических основ прикладной химии, необходимых для решения профессиональных и естественно-научных знаний. Полимеры получаются двумя основными способами – полимеризацией и поликонденсацией. В общем случае они образуются от отдельных простых молекул, называемыми мономерами. Молекулы высокомолекулярных соединений, состоящие из большого числа повторяющихся мономеров, называют макромолекулой. Полимеризация – реакция соединения мономеров за счет раскрытия двойных связей. Пи – связь преобразуется в две бета-связи, или превращение циклического соединения в линейное. Вы можете видеть по формуле, где M – молекула мономера, MN – макромолекула, состоящая из N мономерных звеньев, и N – степень полимеризации. Если в полимеризации участвуют два или более разных мономеров, ее называют со-полимеризацией. Поликонденсация – образование макромолекулы из D- или полифункциональных молекул с отщеплением простых молекул, образующихся при взаимодействии функциональных групп. Возможно, в следующей реакции конденсация бифункциональных соединений 2АМВ равняется АММВ плюс АВ, где M – мономер, А и В – разные функциональные группы. Возможно, в следующей реакции конденсация бифункциональных соединений 4АМВ – мая. Продолжение следует... 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 С успехом применяемые в строительстве... Продолжение следует... 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 герметизирующих материалов и эластичных прокладок. Клей. Применяют преимущественно в качестве клеящих веществ. Прочное прилипание сцепления клея со склеевыми материалами называют адгезией. Прочность самой клеящей пленки – коагезией. Прилипание определяется возникновением межмолекулярных, водородных, ковалентных, ионных и координационных связей. Полиэтилен, полипропилен, полиэтетрафторэтилен, обладающие большей химической инертностью, склеиваются плохо. Слабое склеивание стекла с нитроцеллюлозой и с полиэтилхолоридом объясняется возникновением слабых межмолекулярных сил. Прочное склеивание металлов с клеями, содержащими карбонильные группы, то есть сополимеры акриловый и метакриловый кислот, связано с образованием между ними ионных связей. Пленкообразующие вещества, практически все пленкообразующие вещества, органические соединения. К ним относят соединения, способные образовывать предохранительные пленки за определенный отрезок времени. Например, олифы, клеи, масла, синтетические смолы. Их важнейшими свойствами являются адгезия к поверхности, твердость, эластичность, влагонепроницаемость, стойкость к воздействию внешней среды. В лакокрасочных материалах пленкообразующие вещества играют роль связующих. В настоящее время синтетические пленкообразующие вещества все больше заменяют натуральные. При эксплуатации пленки стареют, теряют прочность, становятся хрупкими, то есть изменяется их структура. Чтобы улучшить их эксплуатационные свойства, добавляют вещества, препятствующие ухудшению свойств и качества пленок. Необходимым условием долговечности пленок является правильный выбор материала для определенных условий. Цементные бетоны обладают рядом недостатков. Пористость бетона обуславливает проницаемость жидкостей, что уменьшает его морозустойчивость, сопротивляемость действию кислот и солей. Свежий бетон плохо сцепляется с ранее уложенным. Цементные бетоны обладают низкой пластичностью при растяжении. С целью уменьшения этих недостатков применяют полимеры. Полимер цементные материалы образуются при добавке 50% полимера в бетонную или растворную смесь. Так как полимер должен хорошо смешиваться с бетонной смесью, применяют водорастворимые фенолформальдогидные полимеры. Водные суспензии, поливинилацетата, каучуков, акриловых полимеров. Бетон-полимер, затвердевший бетон, пропитанный мономерами или олигомерами, которые после соответствующей обработки превращаются в полимер. Поры и пустоты в бетоне оказываются заполненными полимером, благодаря чему повышается прочность, износостойкость и морозоустойчивость бетона. Для получения бетона-полимера используют стирол и метилметокрилат. Полимер-бетония, то есть пласт-бетон, связующим является не минеральные вяжущие, а термореактивные полимеры, эпоксидные, полиэфирные, фенолформальдогидные. Наполнителем служат измельченные минеральные вещества. Пласт-бетон с успехом используется для ремонта строительных конструкций, заделка трещин, исправления поверхностей. Заключение. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...